Девушки отдыхают Но я научился решать проблемы сам Вначале свои Потом чужие Так этого лови, лови его Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого кидняк это бизнес И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали Есть проблемы, будем решать Сегодня в программе Они решили пройти тест на детекторе лжи По ответам вы ему изменяли Представляете, что я почувствовал? В каком конце ты проверишь? Я не понял, мне баки сейчас нужны Ну что, дядя, клади под колесо Башку клади Домашний питомец, это член семьи Бред она причиняет животному Безобидных мошенничеств не бывает Все это поступки гадские Недостойные человека А хуже всего Когда мошенники играют На каких-то родственных связях Или на том, когда люди переживают За своих домашних питомцев Мне в блог написала Ольга Она обратилась к докситеру Чтобы та посидела с ее собачкой Пока Ольга находится в отпуске Результат Ольга потеряла около 30 тысяч Но самое главное Есть подозрение, что этот докситер Издевалась над любимой собачкой Ольги Короче, я договорился с ней о встрече Будем выяснять детали этой неприятной истории Здравствуйте Оля, здравствуйте Заходите Мы вас с Лелушкой тут ждали Иди сюда Проходите Русишка Иди сюда Давай знакомиться Иди сюда Она вот еще после этой истории Немножко такая Спокойная Боится немножко Иди ко мне Иди ко мне Хорошая девушка Ну что, Оля, рассказывайте Что у вас произошло Ой, все началось с того Что я собралась в Турцию Отдохнуть И мне надо было Лелушку оставить Куда один А в зоогостиницу Я побоялась Потому что говорят, что там плохо смотрят за собаками Я стала искать Поместила объявление И мне сразу же в друзья добавилась Валентина Написала, что она может посидеть Как раз в это время У нее свободно Стала смотреть ее страничку У нее там фоточки с собачками Разные отзывы Прямо благодарности моря И я, конечно, доверилась Думаю, какая-нибудь ответственная женщина Поехала к ней домой Она показала Говорит, у Лилу будет отдельная комната Я еще пошутила Говорю, как здорово Говорю, будет лучше, чем дома И с спокойной душой Конечно, отправилась в отпуск А вы как-то задавали ей вопрос По поводу опыта общения с животными Она как-то представила Какие-то документы Или просто на слове поверили Нет, ну вот отзывы как бы есть И все, в принципе, достаточно Очень много фотографий с собаками И как бы для меня это было как резюме Ну, то есть доверие она вызвала Да, да, да Хорошо, уехала Что было дальше? Ну, я вот несколько дней прошло буквально И тут же звонок раздается Все на таких эмоциях прямо Говорит, все, ваша собака вздыхается Она вот косточку подобрала У нее застряло, рвота У меня денег нету, надо срочно к врачу Я тут же ее перечисляю Она через время перезвонит Вот, говорит, у врача сделали промывание Там процедуры, надо купить препараты Я ей еще перечисляю Какую сумму перечислили? В сумме получилось 25 890 рублей А потом еще было То есть через еще пару дней Она говорит, надо повторный И я отправила еще 4 тысячи То есть на прием и на анализы То есть почти 30 тысяч получилось? Ну, да Получилось достаточно круглым Она предъявляла какие-то там, допустим Документы из ветклиники Что она обращалась или нет? Да, заключение врача прислала То есть там, ну, как бы без подписи, без печати Но, в принципе, вот бумажка вот такая была у меня А потом она обещала, что еще пришлет чеки Но она не прислала Но мне неудобно было уже спрашивать Я была так благодарна, что она спасла моей собаке жизнь Что, ну, у меня как-то не повернулся язык Позвонить и спросить Ну, это бумажка, конечно, Филькина грамота Без печати клиники, без подписи врача Это, конечно, ни о чем Ну, да, я была на эмоции Оль, в какой момент ты поняла, что это все обман? Когда я приехала с отпуска Я сразу же с чемоданами понеслась к Валентине Приезжаю, лилу вся такая вялая, просто никакая Я говорю, что такое? Ну, это, говорит, последствия лечения И я, конечно, взяла собаку И мы поехали к ветеринару, которому я доверяю Которому наблюдаемся Он осмотрел и говорит Я не вижу никаких последствий того, чтобы у нее застревало что-то в горле Я, конечно, в шоке Ну, как такое может быть? Показываем заключение А он смотрит, говорит Ну, давайте анализы сделаем Сделали анализы И даже вот следов нет препаратов, которые были прописаны А были следы седативных Поэтому она вялая такая, да? Вы как-то там какие-то предъявления предъявляли? Как вообще это все выглядело? Я ей звонила То есть я звонила в течение суток Отзванивалась Не берет, абонент недоступен Я поехала на следующий день к ней Я сидела, ждала просто у подъезда Наждалась ее Она увидела меня Сразу в лице поменялась И говорю Ну, вот, говорю У меня справка Да, даже я ей вот справку принесла Говорю Вот справка от врача Я говорю Где чеки? Где бумага? От того, что вы были Что-то вообще с собакой делала Надо спросить Да, да То есть я стала задавать такие вопросы А она сразу стала кричать на меня Говорит Ты вообще, говорит, мошенница Пытаешься из меня деньги вытащить сейчас То есть она стосу прям перевернула, да? Да, да Говорит Я твоей собаке жизнь спасла А все это очень громко Прямо эмоционально То, что я растерялась Просто думаешь Что делать? И я уже так вот голос, конечно, сбавила Ну, говорю хотя бы Говорю, скажите В какой вы клинике наблюдались? Она говорит Я не помню Я ничего не знаю И тут же у меня дверь захлопнула Подъезд перед глазами Представляете? Просто вот Помогите мне Потому что даже дело не в деньгах Понимаете? А вот в том, что вред она причиняет Животным какой же Ой, ну это, конечно, история крайне некрасивая Это Валентина Прямо, слушайте Это надо поискать таких Я понимаю, что для людей Домашний питомец Это член семьи А то, что еще вот таким вот образом На деньги развела Ну это просто некрасиво Оль, я постараюсь помочь Вот Слава Богу, все позади Ты позволишь, я вот это возьму В качестве аргумента, да? Да, конечно И в соцсети вам я ее пришлю тогда Давай сделаем вот как Ты мои цифры знаешь Отправь мне, пожалуйста Вот эту страничку в соцсети И отправь адресок Я так понимаю, звонить ей бесполезно Вот, я куда-то подберу Ладно Все, провожай нас До свидания, спасибо большое Постараюсь помочь Видал, тоже Лилу нас провожает Ну идем Андрей, выйди на связь Да, да, ладно Я там в общий чат кинул адресок И телефончик этой Валентины И на всякий случай ссылка на ее соцсеть Езжайте туда, установите за ней наблюдение Придел Представляю разочарование Ольги, да? Она с ней разговаривала, как с человеком Который собаку ей спас А потом выяснила, что она не просто ее на бабки опустила Да еще и над животным и сделалась Короче, 100% эту Валентину надо как-то на чистую воду выводить Мне надо было вот левушку оставить, подойдем Говорит, все, ваша собака сдыхается Надо срочно к врачу Я тут же ее перечисляю Ну то есть почти 30 тысяч получилось Делали анализ Следов нет препаратов, которые были прописаны А были следы седативных Короче, 100% эту Валентину надо как-то на чистую воду выводить Езжайте туда, установите за ней наблюдение Вон она пошла, Паша Несколько дней мои ребята следили за докситером Валентиной Докситер она так себе С животными она обращается, конечно, не для слабонервных Ну ужас просто, мигера какая-то, а Бедный песик Короче, с собачкой она не церемонится И в какой-то момент просто отвела ее и привязала к магазину Мы вначале были в раздумье Не понимали, для чего она все это сделала Может быть для того, чтобы поделать свои дела Или просто собачка ее достала Наверное, она ее оставила вообще Андрюха, проследи за ней, пожалуйста Ну через какое-то время все стало ясно У этой дамочки, Валентины, бизнес поставлен на поток Она пошла договариваться с новым клиентом А собаку привязала к магазину, чтобы не болталась под ногами И сейчас новой клиентке она будет рассказывать о том, как ее собачка будет жить в идеальных условиях В отдельной квартире Ну а дальше было вот что Мы, конечно, суровые мужчины, но сердца у нас добрые Поэтому Миша получил команду собаку украсть Бедный пес В таком стрессе находился, просто караул Красавчик, оставили тебя здесь, да? Пойдем со мной По-моему, Псина даже своим собачьим умом поняла, что ее, в общем-то, освободили Пойдем Потому что то, как она провела несколько дней, врагу не пожелаешь Ну-ка давай, прыгай к нам Красавчик, сидеть Сидеть, сидеть Сиди Все, не бойся Ну мы, конечно же, не удержались и взяли небольшую паузу Как было не заснять процесс, когда вернется этот док-сидор и увидит, что собаку украли Че, обижала она тебя, да? Паша не такой Да, Паша? Паша, смотри, он идет обратно Вот она засуетилась, забегала Ведь надо как-то перед хозяином собаки объясняться Где животное? Собаку-то украли? А собаки-то нету Магазин посмотри Ой, забегала Холодно, холодно Холодно Собачку не видели тут такая вот? Все, потеряли тебя На самом деле, с собачкой все в порядке Бакстер, Бакстер, иди сюда Бакстер, иди, мой хороший Иди, мой сладенький На-ка, держи Ну-ка, а лапу дать? Дай-ка лапу мне Ты мой маленький, молодец Все, иди гуляй на свою подстилочку Собаку мы отвезли к ветеринару Проверили по всем статьям Больших травм, конечно, у нее не было Просто собака находилась в стрессе Самое неприятное то, что у собаки в крови Обнаружено седативное вещество Ну, видимо, докситеру Валентине Собачка доставляла массу беспокойства Поэтому она накормила ее седативными веществами А может быть, что скорее всего Для того, чтобы собака выглядела вялой Если Валентина запустит свою схему Что якобы собачка подавилась костью На ошейнике у пса была табличка с гравировкой И телефон хозяина Думаю, самое время хозяину позвонить И рассказать, как на самом деле обстоят дела Да, слушаю Здравствуйте, меня зовут Влад Чижов Так уж получилось, что ваша собачка сейчас у меня Вот на ошейнике набита кличка Бакстар Вот, да и ваш номер телефона Но вот имени вашего, к сожалению, нет Как вас зовут? Меня Игорь зовут Простите, а почему вы мне звоните, а не Валентина? Я снимаю программу на канале ЧИН Называется «Решало» Мы снимаем программу о мошенниках Ну и так уж получилось Наблюдали за вашим док-ситтером Валентиной И выяснилось, что она мошенница Поэтому собаку мы у нее выкрали Вы только не волнуйтесь, пожалуйста С собакой все хорошо Подождите, а как это получилось-то? Игорь, скажите мне, пожалуйста А вот за то время, пока собака находилась у док-ситтера Были какие-то, ну, странные инциденты? Ну да, была небольшая проблемка Бакстар покусал мальчика за руку Ну слегка И вот приходилось все регулировать Это вот все А она предъявила вам какие-то доказательства инцидента? Ну да, она мне присылала фото укушенной руки Мать ребенка сильно очень ругалась Регулировать как-то финансово Посылал им денег И на это посылал Понятно Ну я думаю, что все это постанова Скажите мне, пожалуйста, Игорь Вы как планируете быть в городе? Ну я планировал через 4 дня прилететь Но раскладывать я буду уже завтра Все, тогда вы прилетаете Будем на связи Надо эту женщину, док-ситтера Валентину Надо как-то на чистую воду выводить Она просто завралась Ну что, верит, я зато Все, тогда жду звонка До свидания Ну что, набрались терпения Завтра разберемся с этой Валентиной Игорь уже прилетел И за это время он меня просто замучил своими просьбами Чтобы я ему присылал постоянно фотки его собаки Ну чуть ли не каждые полчаса Ну чисто по-человечески я его, конечно, понимаю Ну как можно не любить такое животное? Да, Вакс-то? Валентина, мошенница, работает по одной и той же схеме Легенда только разная Ольге она говорила, что собака проглотила кость И пришлите денег на то, чтобы собаку вылечить А вот Игорю она сказала, что его пес покусал ребенка Ну не хитрая схема Короче, Ольге я уже позвонил Пригласил ее на встречу Будем общаться с этой мошенницей Валентиной Устроим ей встречу отпускников Сейчас, сейчас увидишься с хозяином Все, не волнуйся Маленький бакстер Игорь, я есть Влад Ну давай, я тебе пса верну Сейчас, где у нас тут поводочек Макс, иди-ка мне, мой хороший, мой хороший товарищ Ох, красавчик Держи Ладно, я не знаю, как же даже благодарению Спасибо огромное Ну вообще просто Надо же какая-то тварь, а Я ей поверил, она так все Подополно все отговорила Слушай, у меня для тебя есть бумага одна Как так, как с таким Все люди там вышли Ну вот и поговоришь с ней Короче, для разговора тебе с этой неприятной мадам Есть вот хороший аргумент Собаку возили к ветеринарам Вот заключение Поехали, по дороге почитаешь Так, скидай, держу Вперед Сарчик Вот так Несколько дней мои ребята следили за Докситером Валентиной Докситер она так себе Поэтому Миша получил команду собаку украсть Красавчик Оставили тебя здесь, да? Ваша собачка сейчас у меня Вы как планируете быть в городе? Собаку возили к ветеринарам Вот заключение Поехали, по дороге почитаешь Все эти темные вещества Слушай, ну Поднаружи Творина О себе Засунула бы Все, Игорь Это же собака Собака же это Живое вещество Игорь, успокойся Давай сделаем вот как Ты сейчас спокойненьким тоном Прямо наберешь ей И поинтересуешься А что сейчас с собакой? Как она там? Только успокойся Чтобы не выдать себя эмоциями Хорошо? Сейчас наберем Так, Баксик Ступенько Только поставь, пожалуйста На громкую Чтобы я смог это записать У меня есть вошка Все, спокойно Игорь, спокойно Иначе сломаешь нам всю схему На громкую поставь Валентина, добрый день Добрый день Ну что, как там у нас дела? Как Бакснер? Ну, прекрасно Я через три дня прилетаю Да, и приеду И сразу же Сразу же К вам Ну, все Спасибо До свидания До встречи Ну, смотри-ка, что Врет на партмалую На самом деле Она просто Время тянет Время тянет Чтобы сообщить о том Что собаки у нее на руках нет Ну, ничего Ребята, кто на связи? Я на связи, Влад А что там происходит? Что делает Валентина? Она сейчас в магазине Продукты выбирает Ольга уже на месте ждет Отлично А мы на районе Скоро будем Я на самом деле Вызвал еще одну женщину Золотую Ольгу Вот У нее такая же история Как у тебя, Игорь Произошла Только легенды разные У тебя, вроде как, собака Ребенка покусала А у нее собака Якобы кость проглотила Так что Будем Валентину уводить На чистую воду Главное Застать ее врасплох Чтобы она придумать Никаких отмазок не смогла Здравствуйте Оля, здравствуй Вот я тебя хочу познакомить Это Игорь Игорь Я Ольга Приятно Игорь Тут же Валентина кинула Так, я у тебя брал Заключение Держи Значит так У нас Валентина Сейчас в магазине И будет возвращаться домой Мы ее сейчас Хотим врасплох застать Игорь сейчас пойдет С ней пообщается Я с собакой постою Буду интересно Что она скажет Где собака А у нас Монитор Посмотрим Понаблюдаем Сейчас сигнал поймаем Ну что Красавчик Досталась Досталась Тебе тоже От нее Пусть попали Ой Игорь А я вас только В среду ждала А что это вы так Рано приехали Да вот так получилось Рано приехала Где А я вам как раз Только звонить хотела Баксик убежал Ну я пошла с ним гулять С поводка спустила И В смысле Как С поводка С поводка Уже на площадке Смотри что это Гадина вытворяет А вот Не стыдно Врать человеку Ну забралась Есть такое И что Подмечем сейчас Пойдем Ты найдешь Найдешь Найдется Обязательно Найдется Вот смотрите Я легко говорить Это твоя собака Подождите Подождите Что за камера Я не понимаю А ты что тут делаешь Я твою шапку спасла С того света Ты мою спасла Вот справка Потому что И меня не было Никакой гости Чем ты ее накормила Вообще Я ничем твою собаку Не кормила Ты ее Не убила Какое заключение Ребят Хватит уже Тут расходить Я сейчас поливую Отличная идея Супер Просто молодец Вот сейчас Ты полицию Хочешь вызвать Ты там что скажешь У людей на руках Аргументы У них документы В руках Они сейчас напишут На тебя заявление И все И ты уедешь Срок кстати Будет реальный Ты же у них бабки Вымогала Они тебе на карточку Их отправляли Что тут такого Это обычное Это же не человек Это животное Ну что ему будет На отношении Что ты говоришь Вали отсюда Слышишь Вали отсюда Мы сейчас едем В полицию И пишем заявление Все Игорь Собирай Ребят Давайте без полиции Давайте я деньги верну Молодец Мы забудем Вообще Мы этого не забудем Деньги ты вернешь Ты никуда не денешься Оля Сколько она тебе должна 29 890 рублей И еще за долг Ситера Вот я и заплатила За две недели 14 тысяч Ты свои деньги Не отработала Так что денежки вернешь Не игришь Номер Номер у тебя В записной записан Да я его уже удалила 8 916 198 Все отправляем Проверяй А ваши у меня есть? Есть Естественно Все отправила 15 тысяч 15 тысяч И 4 надо вернуть 4 за предоплату Еще 4 4 Спасибо Это еще не все Ну я же перевела Деньги Ну что еще Похвалить тебя за остроумие Похвалить за твою находчивость Записываем видео Тут и есть на самом деле Время пошло Бегом А это зачем Ребят А вам вот этого Вам вот этого Всего мало Что ли Вот эти камеры Что с этими собаками Будет Это обычные Я не знаю Шапки Оклемаются Ребят Ну что Какие шапки Уже получишь Некоторых людей Будут Шапки Ребят Ну что Пусть Что позволять Дальше Вот это Значит так Или ты сейчас Пишешь видео Или сейчас люди Идут в полицию Бегом Я Валентина Вымогала Деньги у людей Брала собак Их на содержание А потом Придумывала истории Чтобы они переводили Деньги То есть ты никакой Не докситер Я больше не буду Заниматься Докситерством Вас так устроило Самое главное Чтоб тебя это устроило Я вам это видео Чуть попозже Перешлю Чтобы вы распространили В сети Чтобы ни один Больше человек Не обратился Все Вали отсюда Вали Спасибо большое За то что остались Неравнодушны Боль Ну видишь Еще деньги вернули Все хорошо На душе Вот честное слово Спасибо большое Вы если собаку Сдаете Докситеру Договорчик Договорное оказание Услуг И все там прописываете Включая стоимость Включая модель питания Что они там кушают Где они спят Ну как то так Теперь же это обязательно Да Теперь уж точно Все ребята Счастливо Спасибо большое Спасибо Благодарю Миша Ты на связи? Да У вас на связи Миша Пока это чудовище Тепленькое Подымись с ней в квартиру Зацепи у нее телефон Хозяйки собаки Которая сейчас у нее находится Свяжись с ней И собаку нужно забирать Хорошо Влад Сделай все Все Доложишь потом Я открою вам один маленький секрет Мошенники работают до тех пор Пока вы позволяете зарабатывать им бабки Вы сегодня увидели историю Про не очень нормальную на голову Доксита Но я вам могу привести массу примеров Вороватых домработниц Лживых нянечек Рука Слесарей И работников автосервисов Вы смолчали Все Для них это сигнал Прикарманить ваши деньги Поэтому при любом разводе Подымайте шум Не давайте воровать ваши деньги Вот как-то так Смотрите далее В вашей жизни Проблемы начинаются в тот момент Когда из вашей жизни уходит доверие По ответам Вы ему изменяли Представляете, что я почувствовала? Ну короче, я хочу, чтобы она прошла Проверка на полиграфе А можете? Бегом давай машину раскладывать Не парься Двойная оплата будет Ну что взять вам? Клади под колесо Вашку клади Мошенники постоянно придумывают новые темы Для того, чтобы обчищать ваши карманы Мне в лог написала Ольга Короче, у нее такая семейная проблема С мужем пропало доверие Они решили пройти тест на детекторе лжи Результат этой процедуры Их семейный бюджет похудел на 20 тысяч Я сейчас еду к Ольге Будем выяснять, как такое могло произойти Улечка, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, это ты Здравствуйте, мы тут со всей индустрией, куда нам? Проходите, пожалуйста, в кухню Давайте, не саживайтесь Давайте, рассказывайте, что с вами произошло Ой, сама вас позвала И в то же время Стыдно немножко говорить Камера, не стесняйтесь, все хорошо Да сама история, знаете, странная Ну, не являйтесь, ладно? Хорошо Скажу, как есть Часто случайно заметила, что мой муж Переписывается со своей одноклассницей А я в курсе, что у него были нежные отношения Первая любовь, все очень было ярко Ну, он сказал Что ты себя сочиняешь, морочишь голову Вообще бред все И так в шутку начал переводить В общем, мне стало еще хуже У меня почти психоз А тут как раз передачу посмотрела Как супруги проходят Ну, это, знаете, на детекторе лжи Вопросы, да нет Но Ну, его ныло ныло Уговаривала, психовала, плакала Потом он все-таки сказал Ладно, если тебе так будет спокойно Давай Но только так, что я прохожу И ты проходишь А я на все согласна Ну, мне скрывать нечем Поэтому как только он мне сказал да Я тут же в интернет кинулась Искать, приценяться Сравнивать И очень быстро, да, нашла Евгений Смирнов Я ему позвонила Сразу, он на связи А он как-то представился Полиграфолог Или там Специалист по семейным отношениям Нет, он не психолог Он именно вот с этой аппаратурой Да, да Я это именно искала На следующий день он приехал Ну, вот все случилось Мы с мужем прошли Вот это все Конечно, я прям сразу же ждала Каких-то результатов Немножко расстроилась Потому что он сказал Еще терпение Наберитесь на два дня Ну, это чушь на самом деле Полиграф вообще работает В принципе, как аппарат На котором делают Крадиограмму В принципе, тот же самый И результаты видно сразу Да если бы я в этом всем Разбиралась Я его первый раз в жизни Вообще видела Что вот это такое Понятно, хорошо Так что же произошло Через пару дней А не через пару На следующий день Он мне позвонил Ольга Ваш муж не обрадуется результатом Потому что по ответам Вы ему изменяли Сказать, что я была удивлена Ничего не сказать Потому что это было просто Вот челюсть, наверное, отпала до пола Потому что я в какой-то момент Забыла дышать Я про себя все знаю Подождите, Влад Оля, ну, может, все-таки Влад, я про себя все знаю В том-то и дело, что у меня слова не находились А я не знала, что ему ответить Потому что таких результатов быть не могло А он мне сказал Давайте это все замнем 20 тысяч рублей Вопрос будет решен Я надеюсь, вы деньги-то не дали ему? Я нет Я его послала туда Куда, наверное, никто не ходил Просто, понимаете, вот Я положила трубку И долго от всего этого отходила Но вечером я пришла домой Мы, конечно, с мужем Эту ситуацию обсудили Я ему все рассказала И вот тут вот мне стало прям совсем плохо Потому что муж мне сказал то же самое Что он ему тоже звонил И тоже предложил решить все за 20 тысяч Представляете, что я почувствовала? Все несколько дней Мужа подозревала Все себе это представляла И тут я понимаю, что мой муж проплачивает То есть он заплатил деньги? Да, он заплатил деньги Он проплатил Правда, он потом Ой, такой вечер был Столько слез, столько слов Пока не разобрались, мы спать не легли Потому что он мне клялся Он меня уверял, что ничего не было Он просто заплатил ради моего спокойствия Он реально испугался Он захотел лучше деньгами решить этот вопрос Но сохранить наш брак В голове не укладывался Оля, я вам скажу такую вещь Человек этот поступил с вами в газке Просто некрасиво было Вот таким вот образом впираться в семейную жизнь И на этом зарабатывать деньги Поэтому давайте так Мы сейчас все эмоции откинули Я за это дело возьмусь Постараюсь вам помочь Скажите мне, пожалуйста, после этой неприятной развязки Вы пытались как-то с этим Конечно, да, конечно Мы сразу позвонили Он очень четко сказал Ни у кого никаких денег Он не брал И тут же заблокировал оба наших номера То есть ни я, ни муж И теперь мы позвонить не можем Ну, смотри, какой негодяй Давайте сделаем так Вы мне сейчас продекуете номер А я попробую с ним Вы говорите о встрече Есть у меня одна идея, как ее проучить 8, 929, 622, 30 Здравствуйте, мне нужен Евгений Я по объявлению Вот по поводу полиграфа Проверки на полиграфе Да-да, слушаю вас Скажите, пожалуйста Вот у меня тут история такая семейная У меня с женой там, ну, не лады, что ли Ну, короче, я хочу, чтобы она прошла проверку на полиграфе Поможете? Да, конечно, можно будет Завтра, например Скажите, какое время удобно Ну, мне после обеда удобнее Ну, если часа в три нормально Да, вполне Я вам сейчас отправлю смс-ку Вот, с адресом, куда нужно подъехать Меня зовут Валера Вот, и я вас тогда по телефону Скоординирую, куда подъехать Да, хорошо, по стоимости знаете Две тысячи человек Все, спасибо Да, до свидания Ну, это точно он Я по голосу слышу что-то Вы не паникуйте Все хорошо Я понимаю, что для семейного бюджета 20 тысяч это много Ну, понимаете, тут ведь не только вопрос нашей семьи и наших денег Просто Сейчас я могу на это все смотреть уже спокойно Потому что, да, мы это уже все пережили Сейчас как-то даже смешно Честно скажу, мы после этой всей истории С мужем стали даже как-то ближе и роднее Мы просто поняли, что на самом деле Можно жить честно, открыто И искренне друг с другом Разговаривать, ни в чем друг друга не подозревать Но, понимаете, вот он продолжает искать таких вот взвинченных дурочек А вот если бы развелись У нас ребенок не стоит Не знаю Это как-то в голове не укладывается Оля, история меня зацепила Я за дело берусь Мне просто нужно время с этим пассажиром поработать Поэтому через какое-то время с вами свяжусь Спасибо огромное Пока не благодарите Надеяться, что все у него трясется Что могу сказать? Ну, однозначно, этот Евгений никакой не полиграфолог Схема его понятна Он дает рекламу и присматривается к своим заказчикам Он же ведь не каждого разводит Представь, если, допустим, он приедет к каким-то бизнесменам И те попросят его проверить на полиграфе, например, партнера Попробуй, спроси у них деньги Так можно и голову потерять Он выискивает тех, которые сомневаются Тех, кого можно развести на бабки Миша, выйди на связь? На связь, класс Миша, у нас там квартира на коширке Займись, пожалуйста, подготовкой Завтра в 15.00 хата должна быть готова Вызовите Серегу Да, я это сделаю Будем выводить на чистую воду этого полиграфолога Мне в руку написала Ольга Пропало доверие, они решили пройти тест на детекторе лжи По ответам вы ему изменяли 20 тысяч рублей, вопрос будет решен Муж мне сказал, что он ему тоже звонил То есть он заплатил деньги? Да, он заплатил деньги Вот по поводу полиграфа, проверки на полиграфе Поможете? Завтра в 15.00 хата должна быть готова Серега, здорово, ну что, Леха, здравствуй Здравствуй Спасибо, что согласился принять участие в моей авантюре Не страшно? Нет, абсолютно Все ровно тогда Давайте финальные все приготовления делаем Все, ребят, в соседнюю комнату прячемся У меня к тебе просьба персональная Пожалуйста, не продай То есть прям все по-настоящему Хорошо? Говорили Все, готовимся Здравствуйте Здравствуйте А вы Евгений, да? Ну, выходите, Евгений Тихо, тихо, тихо Давай, иди сюда Док, здорово Вызывайте полицию Давай, Жень, не тушуйся Я пойду, наверное Куда ты пойдешь? Все, ты пришел Будем работать сейчас Бегом давай машину раскладывать Не парься Двойная оплата будет Все равно ничего не скажу вам Да скажешь, куда ты денешься Вон, видишь, какого специалиста тебе позвали Давай поречься Может, ты поможешь? Сейчас Мне бы правую руку не надо Женя, тут дружок не выйдет У правой руки Несколько пальцев нет Понял? С левой можно? Давай Руку дай Все, мы же приступаем Можете задавать свои вопросы Короче, так, Леша Ты брал бабки? Нет, я брал Ты бабки спрятал дома, да? Нет Значит, ты бабки спрятал, где жена живет, да? Нет Бабки у тебя сейчас при себе, в машине? Нет Есть какой-то? Врет он, не врет? Мы сейчас в конце проверим Задавайте вопросы В каком конце ты проверишь? Я не понял, мне бабки сейчас нужны Программа сразу не выдает результат Не выдает Короче, так, Серега Похоже, орешек крепкий С бабками надо прощаться Слушай, ну я думаю, с ним-то проблем не будет А вот это наш свидетель И рожи наши он замазал Нет, мужики, вы чего? Нет, отпустите меня Нет, отпустите меня Я никому, я могила Я из ваших ничего не скажу Из каких-то из наших? Ты что несешь, что я не понял? Да я сам людей обманываю в интернете И вообще эта полиграфка не работает Как не работает? Ты что, нам гонишь, что? Я полиграфолог Я людей обманываю в *** И вот мой телефон, можете посмотреть, проверить Здесь у меня все, аккаунт Понятно Значит, разводишь лохов Давай-ка на меня смотрим Это мне для гарантии Говори, что такое Чем занимаешься Как бабки зарабатываешь Я Евгений Смирнов Я ищу людей в интернете Развожу их на деньги Шантажирую Вообще, я не полиграфолог То есть это не полиграф, что ли? Нет, это не полиграф Это просто развод Отличное видео получилось Сейчас мы его будем размещать у тебя на страничке А зачем у меня на страничке? Это вы уже говорили для семьи А чтобы люди знали, что ты их обманываешь Сейчас я тебе пароль еще поменяю Вот теперь вся твоя аудитория узнает, кто ты такой Ребята, заходим! А что за камеры? Меня зовут Влад Чижок Я снимаю программу на канале ЧНЗ Решала про таких уродов, как ты И ты сам сейчас своим языком намолотил Кто ты есть такой? И теперь люди об этом узнают Понял меня? Леш, покажи нам свое личико Нормально тебе? Ты куда собрался-то, дурень? Эй! Я пошел Никуда ты не пойдешь Ты бабки сейчас вернешь? Оля, девушка, которую ты пытался шантажировать Она тебе, придурок, бабок не дала А мужа, ее ты кинул на 20 штук А еще они тебе 4 тысячи дали за твой фухловый прием Записывай номер 916 04 24 тысячи перевозим Мне, покажи Перевел Молодец, все Не-не-не-не, мы с тобой не закончили Давай, Серег, тащи его во двор Если дурнется, глушит Это без проблем Пальцы-то покажи, а то подумай, правда, мы тебе их отрезали Живой-здоровый Все, иди убывайся Серег, вини его сюда Ну что, дятел, клади под колесо Башку клади Или рюкзак клади Что выбираешь? Рюкзак Клади рюкзак Сюда иди Мусор Забрал Бежать Давай, 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 бегом Все, Серег, спасибо тебе большое Давай, не переодевайся Эх, попачкался, не бойся Оля, а ты на громкой связи, говори Влад, здравствуйте В лампе перечислили Все целом Все целиком, полностью Олечка, ну вот тут дело такое В общем, мошенник одумался И решил деньги вернуть Ой, спасибо Огромная отрастная данность вам Олечка, я надеюсь, что в вашей семье доверие восстановлено Так что у вас проблем больше не будет Спасибо Все, всего доброго вам До свидания До свидания Может, сейчас какие-то горячие головы скажут, что мы что-то сделали не так Да мы пальцем его вообще не трогали Он сам о себе своим собственным языком в своем И намолотил А вам совет будет такой В вашей жизни проблемы начинаются в тот момент Когда из вашей жизни уходит доверие Так что находите возможность между собой договариваться И быть искренними И тогда в вашей жизни проблем будет меньше Вот как-то так Субтитры создавал DimaTorzok